Всем привет! Меня зовут Аня Варданян и я хотела с вами поговорить сегодня на тему популярности, так как многие из вас спрашивают Аня, как ты добилась такой популярности в соц.петях? На самом деле все было года 4 назад, тогда я еще не сидела в инстаграме, но я сидела вконтакте, записывала видюшки всякие и выкладывала на свою страницу. Конечно же люди стали сразу же смотреть мои каверы и, я так понимаю, многим они нравились. Я стала выкладывать эти видео на свою страничку в инстаграм. Дальше у меня, не знаю как это назвать, были такие моменты, когда мне просто хотелось удалить инстаграм. Открывала новую страничку, потом снова удаляла, потом новую страничку, в общем, этот инстаграм у меня по счету 9 или 10. Точно так же люди стали комментировать, прошли просмотры. У меня не было какого-то страха, что людям может не понравиться. Я не знаю почему, но у меня абсолютно не было такого страха. Единственное, что я реагировала, это на комментарии. Я воспринимала все достаточно близко к сердцу. Сложно было сконцентрироваться и работать дальше. Потому что все-таки хейтеры, они влияют на жизнь творческого человека. По крайней мере, на мою почти повлияние, но все-таки я не поддавала свои эмоции. И двигалась дальше. Первый кавер, который выстроил в инстаграме. А я все жду тебя. Сижу и жду тебя. А я сделала. А я все жру и жжу. Сижу и жжу и жжу. Не представляешь, как мне хорошо, когда я жжу много конфеты еще. Конечно же, кавер распространился по всем соцсетям, особенно по инстаграму, по всем пабликам. На меня подписались. Надеюсь, не 100 тысяч человек. У меня уже стало около 150 тысяч. Вышла песня. Оп, эройна. Оп, оп, эройна. Я думаю, сделала тоже кавер. В общем, я делала кавера на очень популярные песни. Самый пик популярности в инстаграме. В общем, я тогда познакомилась с Пашей Солей. Но я думаю, что многие из вас знают. И Паша стал мне делать каверы. В общем, он, конечно же, снимает все профессионально. И люди стали на меня подписываться вообще еще больше и больше. И только далее весной вышла песня «Тает лед». Я поехала в Питер к Паше с Солей. И мы записали с ней песню «Жна метает лед». Я надела кепку, хотя до этого вообще не надевала кепки в инстаграме, по крайней мере. Но все-таки такой стиль мне хотели создать. В принципе, у нас получилось. Даже не детский больше, а такой вот уличный. И, конечно же, я вообще не ожидала, что кавер на песне «Тает лед». Принесет мне столько подписчиков и столько популярности, потому что... В общем, в апреле у меня еще было 500 тысяч подписчиков, а уже в мае миллион. Стала писать свои песни. Я, кстати, пишу с 13 лет. И, конечно же, стала выкладывать. И благодаря вам, конечно же, моя песня, первая, которую я опубликовала в iTunes, «Ты еще вспомнишь». Она продержалась на первом месте в топ-чарте. В общем, в топ-чарте ровно два дня. Далее песня «Держи меня крепче», которая продержалась 5 дней на первом месте. На первой строчке тоже в топ-чарте. В общем, я просто была настолько счастлива. Но у популярности есть как плюсы, так и минусы. Начнем, пожалуй, с плюсов. Плюсы — это когда ты выходишь гулять, или ты выходишь в торговый центр, или ты выходишь просто похож, что тебе подходят, просят сфоткаться, говорят, что узнали, столько приятных слов. И просто находишься в какой-то эйфории, и вообще-вообще не хочешь возвращаться в ту жизнь, которая была просто до популярности. Ещё плюсы — это когда предлагают различные сотрудничества, новые знакомства. На самом деле это очень интересно и познавательно. Благодаря своему инстаграму я приобрела очень замечательных людей просто, с которыми я, наверное, сейчас общаюсь. Ну, не 24 на 7, конечно же, но достаточно часто. И вижусь, и общаюсь. Я их уже называла. Это не реклама Олис Паши. Это просто, это просто. На самом деле просто хочу сказать спасибо инстаграму, потому что я узнала таких замечательных людей. Перейдём к минусам. Минусы. На самом деле, как это так сказать, минусов может быть немного популярности, но они достаточно глобальны. Потому что популярность, да и вообще какая-либо слава, неважно, это в социальных сетях, или это в работе, или это в семье даже. Если у человека получается что-то лучше, чем у других, этот человек в любом случае в какой-то степени начинает превосноситься. Ну, я имею в виду, что в каждом человеке есть определённая гордость. Самое главное, чтобы гордость из-за популярности не переросла в гордыню. Я даже приведу пример из своей личной жизни, так сказать. Это, кстати, когда я люблю какое-то сотрудничество, и кто-то как-то не так общается. У меня сразу так, ну, конечно же не сразу, но бывали моменты, когда во мне просыпалась эта гордыня, и когда у меня сразу мысли, да как они будут с собой так, да я, да я, и я сразу так, кто я? Кто я? Я? Я никто. Что я в этот момент просто, просто могу себя настолько уметить внутри себя, в своих мыслях, чтобы не подпускать, и чтобы эта гордыня не смогла мною овладеть. На самом деле, это очень большая глобальная проблема внутри каждого человека. Независимо от того, популярен ты сегодня, или у тебя просто повысили на работе. Самое главное — оставаться человеком. И просто не принимать эти мысли. Я считаю, что человек может быть лучше другого человека, только если он лучше какими-то человеческими качествами, добротой, верностью, отзывчивостью. А деньги, слава и популярность для меня не показатель того, хороший ты человек или нет. Ещё очень большой минус популярности для меня — это когда ты чувствуешь себя в какой-то незащищённой стиле. В общем, у меня была такая ситуация, ни одна при чём. Это просто было жесть, ребят, потому что были такие неадекватные люди, в прямом смысле. Я считаю, что они неадекватные, потому что они узнавали, где я живу, в каком подъезде живу, в какой квартире живу. И самое такое странненькое, в какой комнате я нахожусь, на кухне, может быть, или в зале. Просылали мне карты, вы просто понимаете. Я меняла постоянно свои номера, потому что вечно вычисляли мой номер. Постоянно звонили на этот номер, постоянно допрашивали. Я, в общем, очень часто меняла свои номера. Очень-очень часто. В общем, это очень страшно, потому что был ещё такой случай, когда приехали с другого города, и поджидали меня, и угрожали, если я не выйду на улицу, то данный человек поднимется ко мне домой. В общем, были различные ситуации, когда я себя чувствовала очень такой незащищённой. В один период я очень боялась, что меня украдут. Просто, я говорю прямо, я просто боялась, что я выйду на улицу, меня украдут. Потому что мне просто вот эти угрозы, которые поступали, что ты только моя, ты только моя, больше ничего, меня очень сильно пугало, потому что, ну это капец, ребят, ну сами подумайте, пожалуйста. И напоследок, не зря вы меня спросили, а не как ты добилась такой популярности, потому что я уверена, что многие из вас хотели бы стать популярными, я уверена, что многие из вас очень талантливые, может кто-то рисует, кто-то поет, кто-то пишет стихи. В общем, я считаю, что я уверена, что многие из вас творческие личности, горящие, просто горящие, стать популярными, чтобы и вас любили, чтобы и любили ваше творчество, чтобы вас кто-то поддерживал очень сильно. Это определённый стимул для того, чтобы двигаться дальше. Я хотела просто с вами поделиться и дать вам такой маленький совет. «Пожалуйста, не стесняйтесь выкладывать себя», потому что мне многие пишут, они, «Я стесняюсь себя выкладывать». Я вот пою, но я очень стесняюсь выкладывать это на общее обозрение. Почему? Ведь, понимаете, если люди не стесняются выкладывать свои части тела на общее обозрение, чтобы набрать какую-то популярность, и более, вы не должны стесняться дарить людям улыбку, и не важно, сколько будут за вами следить, пускай это не миллионы людей, пускай это 10 преданных подписчиков, которые просто будут ждать с таким трепетом вашу какую-нибудь песню, какой-либо стишок. Не важно, не стремитесь сразу овладеть огромной аудиторией, начните с самого малого, и я верю, что у вас это получится. Вот такое видео у меня сегодня получилось. Я надеюсь, что мой рассказ был полезен для вас, что вы уучили себя какие-то уроки, и я надеюсь, что у вас все получится. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, я обещаю, что буду вас радовать подобными видео часто. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех целую! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok